всем привет друзья в общем вчера приехали вечером на болото а наши где мы постоянно стреляем карикаша посмотреть куда он летает кормится здесь получается пшеница вокруг а вот гороховое поле пару километров длиной метров 300 шириной оставаться на спаху горох есть но в общем солнце еще не села и лекарство сюда подтягиваться сначала так осторожненько да баб до облеты такие дела потом начал садиться на кормежку еще самое хорошо летел до малыми группами небольшими партиями вот там по 15 по 20 какие-то булочки с перерывом может там две-три минуты подтягивался не сказать что его много было в принципе есть а так как поле не сильно большое вот он концентрируется здесь середине на бугре в общем все оружие не брали как бы чисто на разведку приехали посмотреть вот утины и лапки вот они а сегодня чисто уже решили на поле его пострелять попробовать вечером покараулить ведь этим начинает достаточно рано наверно часов часов 7 вот ну и до самой темноты сейчас доберемся до места посмотрим и как бы уже покажу чем будем охотиться такие чула будем использовать да 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 вот он тут кормился да 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 вот как то так сейчас доберемся там вот получается они убранная пшеница осталось да скорее всего будем там на край садится маскироваться сетки у нас есть лежачий городок только у меня у одного а так как мы втроем поэтому решили одинаково маскироваться потому что будет ни туда ни сюда лежаки жара у нас стоит она градусов под 30 там пекла вот сюда на машине не проедешь вот идем пешком машину это же почти до края пшеницы дошли сейчас определимся с местом и уже покажу как будем готовиться к нашей охоте есть у нас 12 флюгеров утиных 6 уток 6 селезней от компании флок дикой мы с ними охотились позапрошлым году на поле на ячменном видео добавлю ссылочку как бы неплохо себя зарекомендовали они на ветру как раз ветер они на ветру как бы как флюгера работают играют поворачиваются сейчас их сконцентрируем в этом месте центре будет махакрыл у нас где место посадки обозначена справа страны у меня еще из плоские профиля утины 30 штук как бы там поставим думаю будет все нормально вот такая простая конструкция вот так вот они транспортируются очень легкие занимают мало места вот так вот расправляются ссылочку на производитель оставлю в описании под видео просто ставим даже земля твердая но в принципе помягче это селезень это . ну да вот такие еще из плоские профиля утины тут киона здесь 30 штук на деревянной палочки так все это дело все ставим одну параллельно полосе а другую перпендикулярно чтобы при облете было видно со всех сторон вот так пониже так получается разные позы есть кормящийся отдыхающий стороны смотрятся принципе эластична так в принципе сейчас все растая потом покажу общий план что у нас получилось в общем сделали расстановку здесь у нас плоские профиля вот так они выглядят со стороны в принципе неплохо здесь у нас махокрыл но здесь тоже чуть 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 плоских у нас и и флюгера перемешку в принципе нормально ну и решили маскировочную сеть использовать здесь пшеница небольшая как бы не сидя и лежа никак лежа будет неудобно сетку маскировочную по цвету у нас есть такая похожая стоим присядем чик будете нормально вчера утка прямо заходила вот пшеница вот от этой и вот сюда на поле ветер как раз час от нас и будет сюда на гороховое поле и поэтому должна в принципе подворачиваться отсюда ну и сейчас у нас начало сезона утки селезни все практически одного цвета вот у нас есть селезни прям выленившие профиля и флюгера все говорят что отпугивает в начале сезона раскраска яркая селезня мы это и проверим я лично думаю что не отпугивает ты как считаешь по виктор видишь как считаете сказал значит нормально все так чем с чем мы сегодня охотимся отец виктор анатолий чем охотиться сегодня у нас расскажите а то арбуз а тарус него 12 тоже кстати покупали в один год вместе с моей билеты в 2013 году потом такое уже потертое боевое но надежный полуавтомат хороший резкий кучный бой пап какая насадка у тебя паучок пятерку семерку зарядил семерочку но у меня билета 400 экстрим будем сегодня стрелять пятерочка азот сибирь 32 грамм достаточно больше не надо все навичка у нас реновых углов паучок давить их три полуавтомата 2 инерционки 1 газа тот как дадим тут на ночь все как всегда была такая ясная погода и тучи просто жарко пекло было сейчас прохладно стало и пошел дождик пока сидим в нашем скоротке ждем вот и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я того забираю Д ecак догонишь Я там кто-то Woche потеряю Еzе еще один хороший налет Ни хрена себе пап ты сбил до прямо садились до я 1 я этого беру есть отлично в общем так друзья закончилась наша охота первый налет был даст было достаточно светло еще где-то пол восьмого большой табу налетел но так растянут был разрозненный большая часть всего левее ушла нас краем зацепил вот два выбили потом затишье такое было прямо до темно и вот когда солнце село уже как бы утка хорошо пошла и прямо на посадку к флюгерам профилям к мхокрылу подсаживалась вот такой вот у нас результат получился чем она были раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 на 14 15 штук мы добыли втроем немного еще охоту нам подпортило то что там приехали перелетчики они встали под болото под камыш и утка когда летит на поле кормиться в общем они ее распугали расстреливали потом как бы нам удавалось манками игру профилями чучелами вот но вот подманивать прям так классно классные налеты были хорошие ну и эффективная стрельба по темну прям не успеваешь подбирать добытых уже еще налеты идут следом тут же стреляешь прямо на поле вот такая вот получилась отличная охота есть селезни которые уже линять начали уже пятнышки пошли по голове сейчас заберем соберем наше хозяйство и того у нас был один махокрыл 12 флюгеров флок дикой и 30 профилей плоских утиных обыкновенных не знаю производитель какой все сейчас собираемся и выдвигаемся домой кому понравилось ставим лайк подписывайся на канал вектор анатолич как оцениваете охота отлично нормально и хорошие налеты были всю птицу собрали может быть наверно пару подранков утянула но там без вариантов найти как-то так отличное поле еще раз напомню гороховое поле всем пока